Всем добрый день, дорогие друзья! Утро наше начинается с того, что я начинаю заплетать девчонок. Ну, конечно, у меня утро рано началось. Я отправила Свету в город. Она сегодня там в городе, они с классом раздавали ленточки. Сегодня все-таки 9 мая. Но я потом, чуть попозже, разбудила девчонок и начала их заплетать. Первую, как вы видите, Марину заплетаю. У Марины волосы очень густые, такие же, как у Кати. У Кати тоже очень густые и очень тяжелые. В мытье и в уходе за волосами тяжело. Коса получается толстой. Следующая начинает заплетать, конечно же, Маша. Машу сейчас волосы уже не такие, как раньше были. Раньше были тоненькие, жиденькие. Сейчас покрепче стали. Вот скоро начнется березовые веточки. Будем запаривать и промывать голову. Всегда промывая, от этого волосы очень хорошо укрепляются. У Маши волосы средние. Не сказать, что жиденькие, но и не сказать, что совсем густые, как у Кати с Мариной. У нее средние волосики, но очень проблемные. Они у нее очень сильно путаются. И поэтому у нее косичка получается среднего размера. Следующая у меня на очереди это Оксаночка. У Оксаны волосы очень жиденькие, очень непослушные. Ее хоть сколько заплетаем, у нее быстро волосы расплетаются. И косичка у нее получается очень тонюсенькая. Но в целом волосики у нее уже намного лучше, чем раньше были. Раньше вообще жидкие были. Ну, вот такие вот у нас косички у девчонок. Всем еще раз здрасте. У меня тут кисы в окно смотрят. А там у нас папа копает грядки мне под морковку. Кисы сегодня чуть на улицу не выскочила у нас. Сегодня у нас опять солнышки. Ребятки гуляют. А муж там пытается... А, там крюк это для воды. Он там пытается что-то сделать. Ребятки на улицу пошли. Света у меня уже приехала с города. А я сижу монтирую. Сейчас смонтирую и пойду тоже грядками заниматься. Всем хорошего дня и хорошего настроения. На улице хорошо. Сейчас покажу, что мне муж сделал. Вот эту грядку он сейчас будет копать. И колесо вот я ему сейчас показала сделать. Эту грядку он мне уже вскопал. Я сюда хочу, ребят, морковку посадить. И видите, сделал дощечки. И вот здесь вот скопал и опалубку. Ну, для грядки сделал. Здесь у меня мальвы выросли. Переделать их немножко. Но пока не до этого. Пока грядками занимаемся. Потом уже цветами будем заниматься. И вот это вот он мне вскопает. Вот это вот колесо я хочу оттуда вот сюда поставить. Но тут сначала я буду мальвы потом убирать. Так что вот как-то так. Значит, эти камни будем отсюда тоже убирать. Скоро загоним сюда трактор и будем все убирать. Дальше чем занимаемся. Я сейчас иду на огород грядки копать. Муж там на летней кухне что-то делает. А я иду на огород сейчас. Грядки копать. Взяла с собой штатив. Поставлю курочки наши. Вот этот вот парник спрашивали. Он будет у нас для огурцов. А для помидоров, для перцев муж мне другой сказал сделать парник. Курочки загорает там. Вообще закопались. Петручек, кстати, муж зарезал. Чтобы он на детей не кидался. Но у нас тут еще раз, два, три, четыре петуха. Еще вот этот вот петух. Потом вот там вот петух. Вот петух. И вот черный еще петух. Четыре петуха у нас. Еще если кому-то еще нужны петухи, то успевайте, пока мы им бошки не отрубили. И вот из этих рам будем делать нынче парник. Еще какой-то муж будет делать. Хочу вот эту вот малину, что у меня вот эту вот вдоль запора малина. Растет, выковырчивать ее всю. Поубирать нафиг она не нужна. Она мелкая. И это дикая малина. И она вообще плохая. Хочу ее полностью отсюда, вот эту вот всю малину убирать. На ней ягод вообще нет. Мы в том году даже не поели, не попробовали. Черемуха разрослась. Мужу хочу сказать, что вот эти ветки обрубил. И вот здесь вот сделал загончик. Тут для помидоров или для перцев, для чего-нибудь. Посмотрим там, что решим. Бочки уже поставил. Слив уже сделал. Ну, а мы сейчас пойдем с вами сюда и в этот огород. Тут, конечно, я еще ничего не занималась. Травы уже очень много наросло. Так что будем сейчас заниматься огородом. Вот эту всю траву буду убирать. Вот эту грядку перекапывать. Вот здесь вот на мне. Тут, видите, цветок цвел. Плюс тюльпаны зашли. Это чеснок у меня. А вот здесь вот дальше идет лук. Эти вот лук надо полоть. Буду сегодня заниматься. Хоть сегодня и 9 мая. Праздник. Все празднуют. Но мне не до празднований. Пока я себя хорошо чувствую. Надо заниматься огородом. Эти трава наросла. Сейчас будем пропалывать и убирать всю лишнюю траву. Чтобы наш лук рос. А потом лук немножко вот так вот взрыхлим. Видите, лучок уже наш растет. Но тут в этом месте всегда травы очень много. Так что вот так. Ладно? Занимаемся делами. Ну что, дорогие друзья, приступаем к работе. Видите, я хочу нынче между грядок поубирать всю траву и засыпать опилками. Попробовать. Посмотреть, может, не будет. Тогда трава везде по бокам. Все везде расти. Если засыпем опилкой. Попробуем. И решила сразу прополоть грядку с луком и с чесноком. Прополим. Посмотрим, что. Лучок потом польем. Удобрим. И будет самое то. Главное, чтобы вырос хороший лук. Работы много. Тут соседка подошла. Мы с ней разговаривали. У нее тоже цветочки хорошо расцвели. И вот спрашивали у кого-то. Она говорит, у нее тоже на ничего. Очень сильно клубника померзла. И у меня тоже померзла очень сильно клубника. И вот разговаривали, что растет, что не растет. Ну, она ушла. Я дальше продолжаю работать. Прополоть тропинку всю эту между грядки. Тоже заодно сразу по пути сделать. И так постепенно будем с вами все делать. Напишите, как вы боретесь с сорняками между грядок. Вот я нынче хочу все-таки попробовать опилками сделать. Не знаю, что у меня получится, конечно. Ну, что-то попытаемся. Потому что это кошмар какой-то. Между грядок постоянно очень много травы. Поэтому пытаемся бороться. Ладно, буду я работать. Ну, а вы оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем желаю хорошего-хорошего дня. Тут, видите, еще и дети бегут, мне помогают. Поэтому мне очень весело. Всем хорошего дня. Сходила, вывалила траву курям. И продолжаем дальше работать. Убираю по бокам грядок всю траву. Для того, чтобы очистить немножко от травы всей. Вот этой вот. По бокам очень большая. Особенно ближе к дому. Вот вообще большая трава всегда вырастает. И сейчас хочу с грядки убрать все камешки. Вот тяпочки все взрыхлю и уберу все камешки. Каждый год на грядке очень много камешек. Я в том году копала эту грядку. Поэтому нынче перекапывать сильно ее не буду. Буду просто вот тяпкой вот так вот. И убираю оттуда весь мусор. Корешочки убираю. Поэтому вот так вот. Ладно, продолжаю я работать. Но если вам интересно, то оставайтесь с нами. Ребятки у меня гуляют. Вот я сходила к мужу, он мне починил граблю мою. Ваня, ты катаешься на машинке? Да. Достали кроссовки, сандали достали. Бегают в кроссовках и в сандалиях. Ваня как на зло вся в обувь. Да, Ваня маленькая? Ваня на нынче обувь надо все покупать. Да, Ванюшка? Да. А ребятки играют. Во, Марина, собирай всю листву. В мусорку будешь уносить. Молодец, умница. Муж продолжает дальше грядки перекапывать. Перекапывает остальные грядки. А мы пойдем дальше с вами на огород. Будем дальше грядки копать. Да, Ваня? Ваня, ты что там возишь такое? Покажи. Ой, кирпичик. Это у тебя груз такой, да? Это там багажник ты возишь, да? Ой, какой ты молодец. Ты ему помогала. Ну вы вообще... А что у вас игрушки раскиданы? Тебе уже машина-то маленькая, Ваня, стала? Нет еще? Не маленькая стала? Нет. Катаешься, да, еще на ней? Ну, катаешься, да, еще на ней? Молодец, катается. Ладно, катайтесь. Пойдем дальше огород копать. Ну, а мы идем дальше на огород. У меня просто вся грабля загнулась. Я попросила мужа выпрямить. Он мне выпрямил. Сейчас пойду отнесу туда. И надо еще лопаты найти. Лопату он себе только починил. Не знаю, меня он починил. Я его просила починить лопату. Починил. Нет он лопату? Не знаю. Пойдем в целом проверять. Починил он лопату нам или нет. Сейчас оставлю здесь граблю и перейдемте. Посмотрим, что у нас с лопатой. Погода сегодня более-менее. Ну, по градуснику показывает 30 градусов на улице. Напишите, пожалуйста, какая у вас погода. Я курям уже, кстати, вывалила траву. Сейчас покажу. Вот я вот так захожу им сюда вываливаю. Они тут едят травку. У нас то, что дети гуляют, пока не выпускаем. Они боятся их. Смотрите, какая курочка пестренькая. Вот она мне вообще нравится. Курей мало уже осталось. Большую часть я уже продала курей. Петхов продала и зарезали. Ладно, идем дальше работать.